Товарищи, жизнь толкает нас на решение различных задач. Одна из таких задач — это соуд. Все уже давно слышали про коллективный договор, а про соуд слышали и краем уха. И что это такое, многие до сих пор не понимают. Не среди рабочих среды, не среди даже партийцев и тому подобное. То есть сейчас как раз получилась такая ситуация, что в городе электротрансе будет заключаться соуд. Ну, не заключаться, а проводиться соуд. И, соответственно, создана специальная оценка условий труда. Если раньше была аттестация рабочих в мест, и за это отвечало государство, и все было хорошо, и об этом никто не думал, то есть все знали, что у них там будет 14 дней отпуска, и они понимали, что они работают во вредности и типа государства. Им это должно, и это как бы происходило само собой. То есть сейчас буржуазия накатила, и вот это вот ввело вместо аттестации рабочих в мест, как раз специальную оценку условий труда. И специфика заключается в том, что сам предприниматель, ну или там собственник, он приглашает эту комиссию, которую будет проводить соуд, и платит им деньги. И уже заранее они решают, где снять вредность, где уменьшить отпуск, тем самым меньше положиться в здоровье рабочих, ну, сэкономить на этом. Поэтому сейчас перед рабочими и перед служащими стоит задача организоваться в том числе и в плане аттестации, вернее, теперь специальной оценки условий труда. Потому что сейчас все стоят в стороне, ну, как продолжают стоять в стороне. Ситуация ухудшается на рабочих местах именно в плане компенсации за вредные условия труда. Ну и вот к чему мы пришли. Соответственно, создана группа, благодаря тому, что сейчас будет проводиться соуд в Гороэлектротрансе, создана группа ВКонтакте, где мы пригласим больше людей, которые будут, ну, может быть, не сколько участвовать, сколько наблюдать, что происходит, участвовать в диалогах, если что-то есть сказать, тем самым проводить вот такую вот учебу из-под воль. Ну, а ситуация такая, что Гороэлектротранс, в том числе, пострадал, ну, именно сотрудники, именно сами водители уже пострадали от проведения предыдущей соуд, им снизили вредность, им снизили, соответственно, отпуска, не стали предоставлять, что было раньше, да. Извините, так у них, по-моему, года два лет назад. Это бегинские времена, это прошло в 15-м году проводить. В 15-м году. В 15-м году, это так долго обводили, да. Да, кондукторов вообще убрали дополнительно отпуска. Также находятся под излучением весь день, а у них вообще нет дополнительного отпуска. У них больше излучения, у них больше, там в салоне-то больше, чем в кабине. Биологический фактор. Ну, вот видите, тут и получается следующее. Например, у этих же кондукторов есть биологический фактор. То есть они находятся в салоне, они работают с людьми, соответственно, ловят все вирусы, которые там находятся. То есть у них 3-1, просто без вариантов надо там ставить. Об этом никто не знает, никто не говорит. И как бы вот этот вот момент не исключает, но опять же говорю, сейчас вот эта группа создана, и основная задача – это организовать рабочие коллективы, опять же, под эгидой профсоюза. То есть организовать профсоюз и в рамках профсоюзной борьбы как бы участвовать в этом соут и в дальнейших мероприятиях, чтобы это вот соут – это как инструмент, отдельный инструмент, который просто определяет, есть вредность или нет. И в дальнейшем коллектив участвует в том, чтобы через профсоюз, ну желательно через профсоюз, претворить этот класс вредности в те условия труда, в те компенсации вредности, которые раньше были, ну хотя бы достичь уровня Советского Союза. То есть это по спецодежде, это по отпускам, это по молоку, ну и другие компенсации, которые раньше были, воспринимались, еще раз повторюсь, как должные. А сейчас этого на большинстве предприятий нет, потому что сами понимаете, что каждый день отпуска, складываемый в года, но это конкретно продление здоровой, полноценной рабочей жизни. Ну и в том числе и после того, как заканчивается работа. Плюс еще возник такой же аспект, понимаете, то есть если есть вредность, если работник испытывает вредность, то в дальнейшем человек может лечиться по своим профессиональным заболеваниям. И в дальнейшем профессиональные заболевания могут также получить инвалидность именно в связи с профессиональным заболеванием. Здесь опять же другие выплаты, другой подход к этим профессиональным заболеваниям. То есть СОУ цепляет в дальнейшем, в принципе, всю жизнь, как и рабочую жизнь, так и после выхода на пенсию. Поэтому это очень актуально. Надо, чтобы все понимали в партии, что это такое, потому что, ну в том числе, агитировать рабочих за принятие коллективного полдоговора, в котором есть как раз и будут пункты компенсации, они будут закрепляться как раз в этом документе, который называется полдоговор. То есть чувствуйте, насколько это важно. Поэтому если кого-то не включит, а кому-то прямо вот надо, прямо сейчас, участвуй и тому подобное, подавайте заявки, соответственно, кто у нас к старшей компании? Алексей. Алексей? Я, ну да. А вы не можете кушать туда, да? Я не знаю. Нет, там могут, это не кушать. Это не группа, а это беседа, я организовал. То есть, ну туда могут, там включен, там любого может пригласить, там не проблема. Можно, действительно, можно и создать группу ВКонтакте для этого. Да, грубо не надо, в беседе там. Беседа на беседах хорошая. Там, тем более, когда в беседу добавляешься, там можно просматривать предыдущие какие-то комментарии. А, то есть можно не только, в том момент, как ты добавил себя наверх, а в беседе можно, а вот это хорошо. Можно на верх мотать, а вот это хорошо. Можно посмотреть предыдущие, посидеть там, вникнуть вообще в проблемы. В принципе, проблемы у всех одни и те же. Что у медиков, что вот у водителей общественного транспорта. Ну, большинство проблем одни и те же. Как добить, ну, как провести соут? Ну, и возникает, опять же, вот этот вот, вот этот вопрос о том, что не надо отстраняться от проведения соут именно. То есть вас должны предупредить об этом соут. Вы должны написать бумагу, что вы думаете о своем рабочем месте, на какие вредности обратить внимание. Потом при проведении соут надо участвовать в этом проведении. Примерно знать, как работают приборы. Какие они данные должны уже заранее выдать, чтобы, как бы, написать согласен, не согласен. Это очень напрягает. Это, ну, помогает не оставить, ну, как бы, не оставить, не пустить на самотек вот эти вот проблемы. На самотек само проведение соут. То есть ты стоишь над душой этого проверяющего, спрашиваешь, ну, а почему, а как? Вообще, что у тебя за прибор? Тут вообще другие цифры должны быть. Это напрягает, потому что вот, когда проводил соут у меня на рабочем месте первый раз в 15-м году, мы этих сотрудников просто не видели. То есть это все было проведено, как бы, начальством просто, ну, понимаете, да, не заполнены документы, ничего нигде не проверяют. То есть они проверили одно рабочее место и дальше по аналогии сделали все рабочие места, хотя это неправильно. Опять же, есть методики проведения соут именно по различным рабочим местам, по различным специальностям. Но, опять же, в этой группе уже это все есть. Там уже накидали эти методички. Ну, как бы, работа непочатый край. Когда не понимаешь, не знаешь, желательно ознакомиться, чтобы быть в курсе. И от этого зависит, как вы понимаете, очень много, в том числе и многие пункты в коллективном договоре. Алексей? Ну, еще хочу добавить, то есть, вот, я вот еще двое человек, вот, я вот как уполномоченный по охране труда от желтого профсоюза и еще двое человек. Мы, как бы, попадаем в эту, непосредственно в комиссию посолку. То есть, ну, все равно, даже вот, мы еще, по крайней мере, даже вот, ходили, вот, я вчера ходил к инженеру по охране труда, они еще сами толком не знают, как вообще это будет проводиться. Ну, видите. То есть, будет примерно, вот, сказали, будет примерно в феврале. В марте. Даже в марте, у вас, может, в марте, у нас сказали, в нашем парке. Я не знаю, как будет проводиться. То есть, а, ну, результат уже известен. Это же дело, не могут просто соврать. Да. Не, ну, в любом случае, если я, как буду участником комиссии, мне надо будет оставить подпись. Не, ну, я просто, надо просто разъяснять в коллективах, насколько, насколько зависит от проведенной соут именно в их жизни, в дальнейшем, как они будут работать. Сколько денег они потеряют. Да, сколько они денег потеряют. Сейчас, каждый месяц. И потом, за всю жизнь, сколько они будут терять этих денег. Вот возник вчера еще, как раз, в обсуждении возник еще такой момент, да, допустим, травмоопасность на тех же, на любом рабочем месте. То есть, возник вопрос, а где взять данные. То есть, вот, надо взять данные по травматизму на предприятии, да, и это будет еще один, например, пункт для того, чтобы доказать повышенную вредность. Что исключить какую-то травмоопасность, ну, те же ДТП, допустим, у троллейбусников, ну, любого, да, водителя. Потому что на гривецком торможении кондуктуру биться может. Это в методику не входит. Именно в методику соут не входит, но это предъявляется непосредственно у нас на скорой через суды. Доказан класс вредности 3.3, даже в некоторых организациях стоит 3.4 после того, как были представлены через суд сведения по ДТП, сведения заражения ВИЧ-инфекцией. Поставили класс 3.4 или 4.0. Ну, что-то, короче, четверка влезла. А ты думаешь, что работа опасна? Нет, нет, просто я говорю, что, еще раз говорю, каждый нюанс очень важен. Это особо опасно. Да, это вообще, это реально самые... Не, 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 не. На противоучемных станциях, извините. Короче, в общем, послушайте, вот каждый фактор, я потом в группу кину, кто чего добился, в каком. Но у нас есть станция скорой помощи, где стоит класс 3.4. Очень хорошо. То есть, понимаете, то есть получается, что если люди вникли, то они могут организованными действиями продавить вот эту позицию, просто надо быть аргументированными и тому подобное. Вот для этого создана группа. Надеюсь, мы насобираем опыт с других. Может быть, я даже включу каких-то людей из своего профсоюза действия, которые уже отвоевали соут, но когда им понизили, они снова повысили через суды это все решили. Это, кстати, будет полезно. Да, я тогда привлеку там ухта у нас это. Они выиграли уже, по-моему, 36 судов. Я тоже хотел сказать, что я написал заявление руководства в соответствии с федеральным законом 426-м, чтобы на моем рабочем месте проводилось соут. Вот. Ну, мне написали, что будут держать меня в курсе дела о проведении соут. Ну, вот еще у нас, вот мы недавно, вот на прошлой неделе, вот как раз-таки я беседу этого сделал. То есть мы нашли вот приказ Минтруда России вот 30.06.2017 543-Н об утверждении особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водителя городского наземного пассажирского транспорта. То есть уже есть такой приказ, опять же, подходили к инженеру по охране труда, они вообще не пустят. Вот, да, и в первом парке и в третьем парке. Допустим, Минтрут по медикам, Минтрут, Минздрав и профсоюзы выпустили отдельную методичку, разъяснительное письмо, как проводить соут на рабочих местах медицинских работников 18-го года. Тоже о ней мало кто знает. Но это не просто там методичка, это уже как бы приказ, зарегистрированный в Минюсте, то есть это уже как нормативный акт. Да, 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 это уже, конечно, следует. Это уже обязательно к исполнению, вот не в курсе, вот, оказывается. Ну, естественно. Ну, они муглят, а может это не надо им об этом сообщать? Надо, надо, надо. Расстраивать людей. Так нет, а использовать потом в суде... Да, да, будет просто каша во время проведения. То есть ты сначала ничего не добьешься, а потом пойдешь в суд, это все растянется. Ну, да, вот эти вот, окружается на комбинах. Спокойно не выиграть. А вот вопрос еще к товарищам. Вот скажите, а участие работников в соут, в отсутствии на рабочем месте во время соут, это право работника или они обязаны работника привлекать, чтобы... И пропись его не нужна нигде. Продпись нужна после двух... В течение двух месяцев после проведения соут. А даже раздекомится. А вот если, скажем, проведут там в ваш выходной эту соут, вот на многих предприятиях в субборе проводки... Как-то просто у нас, наш выходной, у нас предприятие вот работает... У нас круглосуточно работают... Ну, то есть это реально, чтобы вы там присутствовали на рабочем месте? Вам дают специально такой лист, что у вас будет соут, и вы там должны написать, и вас должны уведомить, что к какому-то числу проводят сон. И ваше тело прийти, не прийти, но уведомить вас должны. А, вот так. Должны или обязаны? Обязаны. Нет, упадаете. А что значит у вас, либо вы работаете в этот день, и вы находитесь на рабочем месте, либо у вас выходной, да? Ну, можно что писать за свой счет или отработать заранее. Один конкретно начинает. Это там несколько человек приходит. Мой человек, какая-то смена все равно будет присутствовать. Другой мир, что соут должна, все замеры должны проводиться при включенном оборудовании. То есть оно должно работать. Поэтому никакой проведенный выходной день соут не действительно. Нет, вы вообще оборудовании, вот это, транспортное средство, они же не обязательно в конкретном транспортном средстве проводят. Или когда у нас есть понятие, так называемое, аналогичное. А, еще у нас есть такой вопрос. Другое дело, насколько правомерно признание, потому что есть несколько тролливусов, а где там... Нет, там этот прописано, что в этом приказе. То есть, возможно, вот как вот аналогично рабочее место, это вместо этого одна модель может... Одна модель вообще, вот я слышал, что закрепленный подвижной состав, данный водитель. Нет, там написано, одна модель может быть использована, обследование на все модели города. Вот, одна модель. Да. Одна модель троллейбуса. А там по экземплярам не может быть какие-то от хранения, какие щитки там сняты, чего-то... Но это уже надо, еще будет рассматривать. Но это вот, как вообще говоря... А там прописано именно, одна модель может быть, там автобуса, или троллейбуса, или трамвай, если вот она аналогичный, вот... А сюда на весь город идет. Ну, они там эту модель подготовить соответствующим образом, или это самое? Ну, вот с новыми, с новыми-то могут, со старыми не так все просто, со старыми моделями. Ну, вообще, вот вологодские троллейбусы, вот у нас на всех предприятиях есть. Они, кстати, переделаны, они из... То есть, в одно... Одни вологодки, они идут контакторные, а другие электронные. Ну, ладно, все эти нюансы обслужим, да, обсудим потом в группе. Ну, в общем, момент, да, естественно, это должно быть не выходной, потому что одно дело работающий цех, другое дело выключено. Это все оборудование, что-то там проверяют. Ясно, что это надо... В рабочую смену оборудование все должно включить. Ну, еще рабочее место у нас это водитель и кондуктор. То есть, водитель не может выезжать без кондуктора. А вот, кстати, там... А кондукторов разве еще будут проверять? Они же, по-моему, уже все... Нет, нет, нет. А у них там профилактория уже проверяется по-последнему. Нет, все равно будут... Там, кстати, прописано то, что вот троллейбус, ну, подвижной состав должен проверяться именно в рабочем режиме. Еще будет проверяться влияние пассажиров на водителя. То есть, соответственно, там получается, что еще должен быть кондуктор выезжать именно как рейс. Во время рейса. Во время рейса. То есть, этот работодатель только может назначить спецрейс, ну, по своему выбору. То есть, куда-нибудь на какой-нибудь маршрут. Здесь в отношении кондуктора есть один момент. Ну, лезут туда, да. Значит, поскольку у него предыдущий солод признала, что там благоприятные условия, допустимые. Допустимые, да? Допустимые два года. Допустимые условия труда, соответственно, работодатель имеет право задекларировать это рабочее место. То есть, подать декларацию о соответствии с юридическим требованиям. И солод не проводить. А вот еще такой момент. Да и кондукторов, должностной инструкции кондуктора вообще нету слова о рабочем месте. То есть, им вообще нету где сидеть. Это не то. Это не хорошо, что подсказали. Теперь буду занимать место кондуктора. То есть, через суд, значит, если он будет подавать на декларацию, то да, надо требовать проведение солода. В любом случае, надо раньше требовать, чем они. Уже нужно писать кондуктором, что прошу провести солод. А, кстати, это, чтобы препятствовать именно на декларирование рабочих мест, как допустим. Я уже нашел кондуктора, ну, не знаю, может, у тебя тоже. У меня тоже там уже пять человек появилось, которые надо срочно писать. Еще же есть понятие внепланового соу, то есть, если произошел какой-то случай с гибелью или тяжелой, ну, тяжести высокой, соответственно, проводится неочередная оценка рабочего места. Но, опять же, это, по мне, должен профсоюз предложить, ну, не предложить, а составить свое какое-то мотивированное мнение по проведению этого соу. Ну, короче, много нюансов, вы чувствуете, да, непочатый край. И это надо одно из основных вещей, на что надо направить свою деятельность, в том числе кубсоюзную работу. А смыслит бы это всю информацию? Ну, короче, опыт, опыт, практика. Поэтому можно сказать, что надо будет писать. Когда вводилась соу, это 14-й, 15-й или 16-й год, на российском комитете рабочих эти вопросы поднимались и рассматривались. Тогда это больше было такой теоретический характер. Хотя в 16-м году уже результаты были понятны, что полтора миллиона лишились всякой военности и так далее. Ну, вот я просто хочу обратить внимание, что материалы поднять, потому что там люди выступали, которые, в том числе, имели опыт работы уполномоченными по охране труда профессионалов. И посмотреть материалы РКР, по-моему, 14-й, 16-й, неоднократно поднимался этот вопрос по соу, так что имеет смысл пересмотреть, по крайней мере, начать с постановления, а потом, если меня заинтересует, чтобы посмотреть материалы РКР. Ну, да, тем более сейчас разворачиваются про союзные движения за последний год, и вот эта актуальность очень сильная сейчас. Как можно, два слова тоже? День, какие-то ранее выступления, если вопросы кончились. Значит, товарищи, ну, во-первых, вот эта, как сказать, переписка почтовая. Я вот думаю, что надо обратиться ко всем нашим товарищам, особенно, кому проблема соулт близка, чтобы, обращаясь к товарищам Веденяйпина и Бобинову, они включили бы в эту переписку. Там действительно сведения очень интересные, я там с удовольствием читаю, вижу, что мне там сказать нечего, но читать там очень интересно. Потому что видно, что люди грамотные, и люди, болеющие из-за дела, там выступают и очень, так сказать, хорошо пишут. И я, так сказать, думаю, что товарищ Бобинов, то есть это товарищ Иванюка из Москвы. Вот, его надо тоже туда приобщить, потому что он хоть и московский, он еще кого-нибудь посоветует, с кем он там борется. Там надо это слушать. И второе, значит, газета Депо грозит. Да, вот я думаю, как раз вот это надо и к соулту подобрать материалы для газеты Депо. Вот это вот подумайте. Как материалы эти оформить так, чтобы соулт не повторилось того конфуза, который был в 15-м году. Того разгрома, который был в 15-м году. Ну, вот так вот. Ну, вообще у нас в партии есть юристы, профессионалы. Тоже так, для перелечь этих товарищей. Ну, здесь специфика, специфика здесь такова, что здесь абстрактный юрист в ГЭФе чем-то будет полезен. А, это раз, а потом только ходить по сужалованию в суд, потом. Обжалованию в суд и так далее. Составление в суд. Ну, вот, как раз таки вот с кондукторами, если будет, ну, там было все, да. Да, да. Ну, вот, это, конечно, надо будет показать. Конечно, надо будет показать. Кондукторов-то они, скорее всего, попытаются продать, прокатить вот это, да. Потому что уже было же, как бы, вот, соулт, да, без кондукторов. То есть, вообще их решили в дополнительном отпуске. Соответственно, не, а там, может быть, у них 3.1 стоять. Это тоже дополнительный. Не, у них вообще нет дополнительных. Не, там, кстати, кондукторов-то говорили, что писали, туда куда-то в правительство, им ответили, да, у вас положен там дополнительный отпуск, но он исключен, потому что он не оплачен. Вот так. Не оплачиваем его. Он не оплачиваем его. Для этого и нужно. Ищи из-за разобраться. Я как-то так, это, это, опять же, мне сказали, я говорю, что там я слышал. Это еще не факт, что это так. Да, так, как, как. Вот такие вот разговоры среди кондукторов идут. Ну, туда промолчали, не поняли, замяли, вот на этом все и останавливается. Нет организации профсоюзной, никто не борется полномерно, планово. И все, это все походит. Нет организации. Можно листовку, не доверяясь, газеты, предварительного трансформатора. Ну, мы сейчас, ну, мы сейчас покажем, как себя вести. Свердловска, Свердловска профсоюза. Понятно, я спрашиваю, не было, была методичка, не встанетом, это полонс querила, посол, у него есть хороший прямый методичка касс Micros встанет JoyceDon. Н czte пока еще не знаю, что hayui. У надо было это методичкой, я, и сам inconsistent с нequи. Да, ну, по-моему, по-моему, по-салhu там, это. Надо ее весть. Ну, а. Исторочка такая, что там подроб starred брать senhor Don. Alors чтфовой значения. Как сюда это было? Браàiет очень важен. Привлекать хотя бы, надо anterior, ты. Хорошо, я? Я прочитал �еломенч José Don. Само繋 chehozosa avecvaxanda tuh участвовать никому это не надо и когда только уже решаются возникает вопрос а почему лишили и дальше никакой борьбы не возникает вообще да как бараны просто подписываем и все так товарищи ну что подготовлено проект постановления значит товарищем причастным к соут присоединиться к рассылке по теме соут обращаться к товарищем бобину в виде на пину товарищем членам улетка реги и газеты депо подготовить материал и посуду ближайшему номеру на голосование ставьте ставлю на голосование кто за кто против воздержались один человек а